Есть теперь знаменитая карцинка, называется Кантерова совершенная множество. Представьте себе, я беру отрезок, так надо ездить, и из этого отрезка вырезаю, обычно, когда рассказывают о Кантеровом множестве, вырезаю один отрыванчик, чтобы осталось два замкнутых отрывала по краю. Но мне это нужно не так, поэтому давайте я сделаю так. Я вырежу два отрывала. Ну, самое простое, разбить отрезок на пять равных частей, я почему-то взял их маленькими, на самом деле, что не обязательно. Для красоты можно было сделать так. Разбить отрезок на пять равных частей и выбросить вот эти два отрывала. Договориться, что числа, у которых остаток ноль, будем изображать вот здесь. У которых остаток один приглянем на три, будем здесь. У которых остаток два, будем здесь. После этого, каждый из этих оставшихся отрезков делим на пять равных частей. Опять из них выбрасываем два вот таких. Ну, на этом все будет. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее, и так далее, и так далее. Это в точности та же конструкция, которая дает кантеровым свершающим. Абсолютно та же самая. И, соответственно, ну, правда, вы мне скажете, а как же так? В кантеровом множестве там все-таки оставалось, вырезали один, оставалось каждый раз два. А здесь почему-то вырезаем два, остается три. Ну, ребята, вот давайте я вам нарисую стандартную процедуру построения кантерового множества. И на немецканте все станет понятно. Вот здесь отрезок, ну, для объединения цепи, классическое обстоятельство, участие следующего, делим его на три равные части, и дальше центрального выбрасывания. Дальше каждый из этих интервалов делим на три равные части, центрального выбрасывания. А я возьму, и не буду это пока делать слева, а выброшусь здесь. Только, смотрите, остались три замкнутых отрезка. Но это не соответствует тому, что данные исходили, у нас остались три замкнутых отрезка. Какие длины, это не так уж важно. В общем, с точки зрения топологии, для любого простого числа B, множество целых периодических чисел образует вот то, что называют кантеровое совершенное множество. Интересно это нам будет, пожалуй, вот из какой-то точки зрения. Кантеровое совершенное множество – это компакт. Интересно, что это означает. Ну, я не уверен, что все присутствующие знают, что это компакт. Поэтому давайте я поясню. Что это означает в нашем случае для поэтических чисел? А это означает, господа, следующее, что если у вас есть последовательность поэтических чисел, целые поэтические числа, я напомню, что такое целое поэтическое число, это выражение вида А нулевое плюс А первое B плюс А второе B в квадрате плюс А третье B в кубе и так далее. Вот такой запяной ряд называется целое поэтическое число. При этом любое из Ак, любой кефицент, это число из множества от нуля до поэтических единиц. Любое период тяги. И у нас на любом месте вы теряете нюанс. Так вот, давайте сейчас докажем, пусть очень простую, но включительную тяги из любой последовательности А1, А2, А3 и так далее, целых поэтических чисел можно выбрать сходящуюся полпоследовательность. Из любой последовательности поэтических чисел можно выбрать сходящуюся полпоследовательность. Что такое последовательность, понятно? Это число перечисленное через запятую. Первое, второе, третье, замечательно. Из любой последовательности можно выбрать сходящуюся полпоследовательность. Кстати, давайте поймем, а для вещественных чисел такая теорема есть? Из любой последовательности вещественных чисел можно выбрать сходящуюся последовательность. Например, берете последовательность 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, она стремится к бесконечности, сходящуюся из нее не выберем. Из любой ограниченной. Если у нас есть последовательность точек отрезка, берем отрезку, представим, от 0 до 2018, такой отрезок. И точке, первая точка на нем, как это, вторая, третья, произвольно отличим эту точку. Оказывается, из такой последовательности можно выбрать исходящуюся последовательность. Вопрос, почему? Разделим отрезок пополам. Разделим отрезок пополам. Вперед расскажем. Одна из важнейших теорема анализа. Есть это отрезка. Разделим два пополам. Из того, что это было бесконечное число точек, с одной стороны бесконечное число точек. Допустим, здесь. Выберем какую точку. Нет, остальные просто все забудем. Да. Опять разделим два пополам. Из оставшихся в одной из этих половин будет бесконечно много. Да. Дальше что будет? И так далее. И так далее. Дальше что будет? Да. Так мы получим двоечную запись числа. Ну, это если отрезок был 0,1? Да. Ну, если он был от 0 до 2018, то надо было сначала разделить на 2018, а потом наоборот умножить. Разумно? Все. Спасибо. Давайте я повторю поле на рассуждение. Есть, что называется, левая половинка и есть правая. Не может быть так, что и в левой половине, и в правой конечное число точек. Поэтому в одной из этих половин будет бесконечно много членов последовательности. Отлично. Все, которые в правой половине мы вычхнем, в результате последовательность осталась бесконечная, но при этом она вся содержится в одной из этих половин. Замечательно. Взяли эту половину. Все-таки одну точку зафиксировали, чтобы последовательность строить. После этого разделили ее на две половины. Разделили ее на две половины. Опять в одной из этих половин бесконечно много. Значит, остальное выбросили. Взяли еще одно, еще следующее, и так далее. И таким образом мы действительно получаем, что у нас вот этот отрезок уменьшается все время. Ну и получится исходящее. А теперь внимательно посмотрите и поймите, что для поэтических чисел рассуждение строить. Можно посмотреть, как нечистки начинаются. Если записи А на уровне 0, или А на уровне 2, или П на уровне 1. В роли тех отрезочков, которые мы пополам делили, идет остаток отделения на П. И мы попросту говорим, что остатков отделения на П – конечное число. Значит, когда у нас есть бесконечная последовательность, либо с остатком 0, либо с остатком 1, либо с остатком 2 и так далее, либо с остатком П на уровне 2. Но одного из этих вариантов будет бесконечное число шуток. В таком случае все остальные мы выбрасываем, а оставляем только с этим остатком. Понятно? И у нас уже стабилизировался остаток отделения на П. После этого мы смотрим остаток отделения на П квадрат. Их опять конечное число шуток. И поэтому опять можно все, кроме какого-то одного, отбросить. И последовательность останется бесконечным. Мы заканчиваем.